Вязку возьмешь и вот так вязка, просто белильца, то есть чуть-чуть поджижаешь, но вязку, просто белильца, просто нашвыряешь на холст. Вот так, суховатенько, вязко нашвыряешь. После этого возьмешь небольшую кисть и начнешь буквально бомбить холст синилками. Вот там, где у нас рисунок, где у нас идея рисунка, начнешь мелкий мазок, смотри, мелкий мазок, а-ля перышко мазок, набивать, 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 потом и деревца, потом и все остальное, пока только синим, так как будто у тебя других цветов и нет. Хорошо? А эти самые тоже синим надевать, да? Все, все, как будто у тебя других цветов нет. Ага, ну берил я, собственно, положу до конца. Сначала берил полностью, потом синюшку. Потому что эту синюшку куда делаете? Ну, у меня тоже, когда я долго не пишу, ну или раньше, когда долго, сейчас такого нет уже. Ну, что, дома открывать краску и... Когда я долго не пишу, да нет, просто эти запахи будут теперь все время с тобой, высыхающая картина дома и прочее. Ну, конечно, адаптирует. Чуть-чуть намек на тени от них. Чуть-чуть, смотри. Вот эти вот ступенечки. Ага, тень я пыталась, но мазками. Намек на тени от деревьев. Тоже не разглядело. То есть, вот он рисунок. Я разглядела, но я не знала, что ли все закрасить. Вернее, рисунок синим, да? Вот все те же, что если бы мы карандашом рисовали. Вот они. Все проявления рисунка. И уже потом будем вкладывать цвет, который сразу даст всему настроение. Еще накидать вот эти вот настроения. Небочка. Ага. Вот оно. Тоже, смотри, вот я сейчас гоняю кисть туда-обратно. Вот такое создать. Тоже ритмичное, да? Ритм, повисшись, как шторочка. Бывает, бывает, было в окружении. Это я тоже вспоминаю сейчас. Пошу прощения. Да. Очень. Хормально. Чуть-чуть, смотри, чуть-чуть. Там горы сзади или что? Ну. Предгорье скорее какое-то. Холмы. Холмы. Вот они. Вот эти настроения. Слушай, я глупо взяла, думаю, что там. Вот эти настроения. Ты видишь, не отпуская даже. Уже не помплюгнул, да? Но, тем не менее, это тоже заритмованное проявление укладки. Так. Так. Теперь будем сейчас в зеленый вгонять, розовый и сразу все начнет преображаться. Ну, например, мы видим много зелененького здесь. Накидываем, накидываем, накидываем. То есть не забиваем синий полностью, но среди синего появляется зеленый, а потом появляется и желтовато-зеленый. То есть уже как бы освещенный, освещенное зеленое. И белильца подмешиваются. Все, все вместе. Очень активная зелень в пользу желтого на переднем плане. Начинаем ее тоже укладывать. Иногда аж рыжая зелень с краснотой, с розовизной смешает. Начинаем их укладывать. Но у тебя всюду сохранит звучание синенький, что тоже будет важно. Причем вдали, ты видишь, я укладываю горизонтально, хотя там тоже трава и тоже торчит. Но идея дали горизонтально. И он укладывает горизонтальные звуки. Здесь у него уже звуки вертикальные. Оно, да? Как только это стало появляться, ты видишь, сразу меняется картина. То есть рисунок превращается в живопись. То есть оставляя синюшечку кое-где мигать, синюшка создает идею воздуха в таких картинах солнечных. Вот он, создает идею воздуха. Давай потихонечку наполняй содержанием. То таким, то сяким. Красниночки чуть-чуть. А, еще лучше? Оранжевинки. Смотри, какие там. А, тоже тени у меня. Ну и что? Там есть вот прямо. Ну, не такого нарядного. Но тоже достаточно светлые. Суховастики вот такие. Вот они. То есть, ты видишь, я немножко лежачий, вот просто чиркательно набрасываю. Давай тоже так. И четырежь. Этих накидать. Еще мелочевки. Еще, еще, еще. И постарайся все-таки чиркать, а не ставить мазок. Чирк, чирк, чирк. Чирк. Не ставь мазок, ставь чирк. Ставь мелкий чирк. Мелко вот так вот. Начиркать. Ставь полутон чирка. Вот такой, синенький, разбавила. И вот они, полутон. Чтобы они вот такими шариками не касались фона. Чтобы они немножко растаивали в фоновом пятне. Там есть эта растаяность, да? Угу. Давай. Уже траванулось, поэтому оно не хочет сдаваться. В принципе, в другой какой-нибудь раз вполне могло бы обойтись. Вообще, ядовитость краски очень невысокая, поэтому... Я понимаю, как мне удивляюсь. И еще художники умудряются с этой ядовитостью краски жить долго. Обычно живут долго. То есть, вам будет полезно или нет? Ну, антисептик. То есть, пока другие простужаются, художник в этих скепидарных запах, пребывая не заражается простудой. И, соответственно, не так изматывается организм болезней. Пока других изматывается. Он вроде бешит вредно. Смотри, вот этот вот характер, укладки. Вот этот. Вот этот. Смотри, вот этот. В принципе, вкусности. Теперь да. Можно чуть-чуть мастихином нагрузить краской вот это место. Чуть-чуть по окружностям, там прямо есть вот такой характер. Растительности с закруглениями. Нашвырять, нашвырять, нашвырять. Голубой розовый стал брать. Потому что синему не хватает силы. Он очень вялый цвет. Он в смесях сдается сразу. А голубой розовый тоже синий. И вот мы как раз подложим вот эту чернявочку. И закругленности. Потом по этим закругленностям пройтись... По закругленностям пройтись кистью. И еще подкруглить. Появляется вот уже какая-то такая движ. Движ появляется. Синюшненько и зеленюшненько. Более плотно можно уложить там некоторые места. Вот эти. Чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Показать этот дальний чек. Дальний чек. Там не только деревья, но и холмистое. Вот это холмистое. Показать. Не обводить деревья. Лучше потом прочертить. Показать их. Синюшненький характер. Смотри, как там залегли мазочки по одной траектории. Здесь залегли по своей. И уже появляется интересное. Интересное. Хотя рябь, вот она сохранилась и это красивенько. Можно мастихиновых белильных положить звуков. И в том числе чуть-чуть с рыжунечкой. Там есть и рыжунечкой. Вот так прямо положить эти белильные. Ты видишь, как они сразу организовали своей даже густотой, организовали идею неба. Правда? Да. То есть небо материализовывается. Вот они. Вот они. Хорошо? Тычками? Нет. Тычки здесь нужны для создания вот этого ингрессионистичного настроения. А теперь да, и то-се. Теперь и то-се. Это вот такое подкладывание краски. Чиркательно вниз. И дополнишь потом. Ты видишь, я высветлил прямо отдельно полянку. Вот этот эллипсик высветлишь. Чтобы эти края не были такими... На пленышках лежат. Смотри, смотри. Чуть-чуть рвано. Согласна, да? Очень. Из-под теневой свет. Очень любим эту историю. Стараемся ее при каждом удобном случае подсунуть. Вот. Ну и потом немножко дополнишь мазочками. Прямо порисованно сделать. Порисовать мазочками вот такими. Прошу.